Североатлантический альянс увеличил присутствие в Черноморском регионе из-за оккупационной политики. Россия будет продолжать наращивать там силы, в том числе в кооперации с партнерами Украины и Грузии. Об этом генсек НАТО Ян Столтенберг заявил перед завтрашней встречей министров иностранных дел стран альянса и союзников. Столтенберг сообщил, что ситуация будет обсуждаться уже 2 декабря на встрече глав МИД стран НАТО в Турции. Давайте послушаем его цитату. Мы подсилюем нашу политическую и практичную поддержку, так как бачим, что Россия увеличивает военность в Крыму. Поэтому нам нужно и дальше сместить свою присутствие в регионе. Завтра на встрече глав МИД НАТО будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Пан Боресе, вот каковы ваши ожидания от завтрашней встречи? Чего нам ждать? Возможно ли принятие каких-то решений? Уже хорошо, что Украина в этой миссии занимает проактивную позицию. Российская Федерация, конечно же, в своем репертуаре, то есть Россия может действовать только с позиции агрессии. Мы прекрасно помним эти учения совместные с Белоруссией, когда в виде таких вот государств противников выставлялись и Польша, и Латвия, и Литва. То есть моделировались ситуации, когда Россия вместе с Белоруссией там атакует условные государства, которые находятся на европейской части. Поэтому, конечно, Россия ведь всегда вела агрессивную политику. Конечно же, на фоне слухов о том, что в Крыму может быть размещено ядерное оружие, эти слухи тоже не беспочвены, потому что в 2016 году были замечены установки, способные перевозить ядерные боеголовки на территории Крыма. Конечно же, НАТО ничего не остается, кроме как усиливаться в Черноморском регионе. Мы прекрасно понимаем, что, наверное, это один из немногих шансов для Украины в альянсе таком участвовать и в совместных учениях, в которых мы, кстати, тоже уже участвовали, и занять такую проактивную позицию. Поэтому очень много ожиданий возлагается нашего министра иностранных дел. Я думаю, что только позитивный результат для Украины после этой встречи нас ждет. Ну вот усиление присутствия Североатлантического альянса в Черноморском регионе, что это означает и какой это месседж дает для страны-агрессора, в данном случае России? Месседж очень простой, что не только санкции готовы применять и Европа, и Соединенные Штаты, но и готовы физически усиливаться в регионе, понимая опасность. Потому что вот 2008 год Грузия, Украина, Россия так или иначе поучаствовала и в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе. То есть вот страны, которые граничат с Российской Федерацией, они, к сожалению, в очень невыгодном положении находятся, потому что Россия действует следующим образом, создает конфликт, замораживает его и в дальнейшем этот конфликт используется как рычаг давления на страну, принуждение ее свернуть с европейского вектора, с вектора Североатлантического альянса и так далее. Поэтому абсолютно правильная политика со стороны НАТО. И я рад, что наконец-то мы от стурбованности, да, из уст послов дошли до того, что физический альянс усиливается в Черноморском регионе. Но, тем не менее, как это влияет на Россию и на ее действия? Ведь, как вы отметили выше, она продолжает милитаризацию полуострова, продолжает свои военные учения. Вот только недавно в Черноморском море российский черноморский флот проводил новые военные учения, продолжается милитаризация школ, да, сознание детей в Крыму. Ну вот как это остановить? Это можно как-то остановить? Есть ли такие рычаги, реальные рычаги влияния и давления на Россию? Это комплексный рычаг должен быть. В первую очередь, конечно, экономические санкции, которые подтачивают российскую экономику. И сейчас, как никогда, благоприятное время для введения новых санкций. Как раз все государства ослаблены экономически, понятно, вызовы пандемические. Но это можно использовать для того, чтобы надавить на вот эту слабую экономику российскую. То есть новые санкционные пакеты. И по правам человека санкционные пакеты. То есть Россия год назад ввела аж сразу две непопулярные меры. Повышение пенсионного возраста, заморозка пенсионных накоплений. Это говорит косвенно о том, что действительно санкционные пакеты работают. Нужно продолжать, нужно усиливать это давление. Но у меня есть не очень, конечно, хорошая новость для наших европейских партнеров, для наших партнеров по Североатлантическому альянсу. Дело в том, что когда ты давишь на агрессора, на такого государства, которое в принципе внешнюю политику строит агрессивно очень, милитаристски, когда ты давишь на агрессора, он не подчиняется, он не становится на колени. Агрессор, как правило, действует абсолютно диаметрально противоположно. Чем больше ты давишь на агрессора, тем непредсказуемее, тем, знаете, как загнанный зверь. Что от него ожидать, сложно сказать. Возможно, это новые конфликты где-то. В свое время Лавров намекал в Европе, вы посмотрите на свои Балканы, если вы будете как-то неправильно себя вести, будете угрожать России, у вас на Балканах новые конфликты, очаги могут вспыхнуть. И российские спецслужбы были замечены в подготовке революции не только здесь, на материке, но и в странах Латинской Америки и так далее. То есть Россия действует всегда очень агрессивно. Поэтому вот такой выпад, такой акцент со стороны Североатлантического Альянса может повлечь за собой и непредсказуемую реакцию милитаристскую в том числе. То есть может быть вторая силя где-то, может быть еще какой-то конфликт. А кто может оказаться под угрозой? Ну, Ближний Восток у нас после арабской весны еще не закончил пылать. Возможно, там. То есть тут же нужно некий такой симбиоз, да, не просто повоевать где-то, но еще и какие-то ресурсы отхватить. На Ближнем Востоке мы понимаем, какие там есть ресурсы. И я думаю, что вот недавнее обострение на Ближнем Востоке, оно в принципе может быть индикатором того, что там возможно готовится новый очаг конфликта. Ну и опять же Балканы, на которые Лавров намекал в свое время. То есть где это произойдет, сказать сложно. Мы еще буквально полгода назад не ожидали, что в Беларуси у нас там ожидают такие протесты. Я думаю, Российская Федерация и там включилась, потому что свою цель Россия так и не достигла по принуждению Лукашенко втянуть его в этот вот Союз, Советский Союз 2.0. А сейчас самый благоприятный повод. То есть раскачать немножечко вот это протестное движение, предложить ему свою помощь, да и предлагать не нужно Лукашенко. Сам в первую очередь к Путину обратился. То есть в некотором роде в Беларуси сейчас очень... В Беларуси сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы затащить ее обратно вот в это вот братское государство. Продолжение следует... Продолжение следует...